В общем, решил специально для тебя переснять свое видео про Ладырский вокзал, потому что, как я уже сказал, мой ноутбук не смог даже воспроизвести это видео. Я сейчас только приехал на Ладырскую. Сейчас, понимаю, есть какие-нибудь эскалаторы. Ну, я, наверное, сейчас поставлю пока все на паузу. В общем, встретимся наверху. Ну, в общем, мы уже пребываем наверху, скажем так. Ты меня не видишь, потому что я фронтальную камеру отключил. Просто, чтобы видео снимать не себя, все-таки вокзал. Выход из метро как раз сопряжен с выходом на вокзал. Основным и является. Вот сейчас, видишь, вот показатели, нам как раз на Ладырский вокзал. Ну, вот тут видишь, есть, ну, про банкоматы говорить ничего не буду, есть вот пандусы для инвалидов. Ну, сейчас, вернее, я сейчас по нему даже поднимусь. Вот выход, вот тут, то есть ты видишь выход в город, там остановка автобусного, общественного транспорта. Вот они сейчас, видишь, два автобуса поехали, вот, а он там чуть подаль, вот где решетчатые заграждения, где висит табло, там останавливается трамвай двух маршрутов. Вон один даже, ну, наверное, на кадре этого не видно, потому что очень сильно, очень, очень сильно, очень, вон. Короче, там рядом остановка трамваев восьмого и, по-моему, шестьдесят четвертого маршрута. Ну, а мы возвращаемся на вокзал. Тут есть, как, лестницы, имею в виду, которые обычные, вот, типа, таких, что, ну, типа, ты сейчас видишь, а есть эскалаторы. Вот сейчас мы идем к эскалатору на подъем, а он там, эскалатор один на подъем, с нижнего уровня, а другой на спуск. То, что на спуск, это с вокзала. То есть, собственно, тут тоже. И мы сейчас поднимаемся на вокзал, поэтому нам это не надо. Я думаю, что тот эскалатор, который с нашей стороны на спуск, а другой на подъем, это, соответственно, один на платформы, другой с платформы. Вот, поехал трамвай. Оборачиваются, это вот восьмой как раз. Производство белорусского отделения, конкретно минского отделения, компания, швейцарская компания Штаггер. Вот тут, готово, детекторы. Вот их всякие торговые места. Вот тут. Вот, ну, то, что тут поезда, это понятно, потому что там, с одной стороны, видишь, электричка, а с другой сейчас сидит, товарный поезд. Ну, вот, трансовский. Вот мы сейчас выходим к ну, вот тут вакуументар. Скажем, это комната полиции или милиции. Так было бы, наверное, правильно. вот тут касса с такими, типа, электронными очередями. Вот. А вот мы сейчас вышли на двух уровневый зал, скажем так. на тут всякие, вот там, где я иду, всякое торговое происходит. Вот, соответственно, спуске на платформу, там, ты сейчас, наверное, видела, мужик на эскалаторе поехал на платформу. А на втором уровне зал ожидания. Вот. Вот. Вокзал этот проходной, так же, как курский вокзал в Москве. Собственно, тут вот пишет, в табло есть 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 поезд номер 15 Мордманск-Москва. Вот. Вот. Вон там вот с той стороны парковка. Вот. Сейчас я покажу, как выглядит платформация здесь. Воспользуемся Эскалатором. Вот. Вот. И здесь есть тоже табло. Какое-то, я не знаю, как будет он с какой-то Я даже не знаю, какая странная. Вот, но тут выходы на разные пути. Вот на 10-й путь, на 11-й, вот куда мы сейчас пойдем, где стоит поезд. Я даже не знаю, какой. В общем, пока нигде ничего не написано, куда этот поезд идет, или откуда пришел. Вот вон там стоит электричка, та самая, которую мы видели. А, это Челябинский поезд. Ну, вот. Ну, в общем, вот. А вот электричка поехала. Вот мы тут... А? Не за тобой треща. Нет. Так, что... А, я про ласточки хотел сказать. В общем, тут... Отсюда ходят две ласточки. Одна из них, ты слышала? Из Петрозаводска. И обратно, собственно, в Петрозаводск. Вот, другая в... До Русские Аллы. Причем, до Русские Аллы, это такой горный парк в Карелии, может быть, знаешь. До Русские Аллы ласточка стала ходить недавно. Вот. А до Петрозаводска... Я даже не помню, то ли... Вот, собственно, та самая ласточка, о которой я говорил. Пребывает она вон туда. Вот. Вот это платформа. Ласточка, сообщение. Петрозаводск, Санкт-Петербург прибывает на 8-й пункт. Нумерация вагонов начинается с хвоста поезда. Будьте внимательны и осторожны. Диа Пасенджер. Стресс-трейн номер 803. Пром-то Чарзаводска. Вот тут, видишь, рекламу РССР, строительной компании. Стресс-трейн номер 803. Ну все, вернемся на вокзал. Я покажу зал ожидания здешней. Мне самому даже интересно, как он выглядит. На, по-моему, девятом пути останавливается поезд. Следующий, ну вот эти самые белые ночи, которые по маршруту Вологда, Петербург, Вологда. Покажем, посажири имеют право проводить бесплатно детей, в ходе седни и старших детей. В передней капли, где его семьи, приобретается в детский вилет. Ведет и старших вилет, не обрекает вилет на полную суду. Благодарю, тут вам надо. Пока что, пока идем. Я поставлю съемку на паузу. Уж ничего интересного пока не будет. Так, ну вот, тут есть место для курения. Сейчас я даже выйду, покажу тебе его как следует. Вон оно тут. И вон тут. Тут даже какие-то, какая-то кафройка тут даже. с этой верандой. И террасы, как это у них там открывается, я уже не помню. Вот, короче, вот так вот. Тут какой-то мужик сидит в тяпке. Так, ну вот, мы сейчас направляемся за ожидание. Вот тут лифт, ну вот, грузовой. А пассажирчики его, там, вон те серые двери. Так, я тут не знаю, пустят у меня за ожидание. Потому что билет этого у меня нет. Ты знаешь, Кунецкое я планирую только зимой. Главное, есть, что пустится. А, смотрите, тут никого нет. Даже знак наклеен. Потому что можно графировать нос, собственно. Так вот выглядит зало ожидания здесь. Тут какой-то то ли гравит, то ли щебень. А вот табло. Это начали с прибытием в Лобовского поезда. Номер 618, который тут и это поменяет название, ой, номер 618-го станет 617-м. Там, вон, вдалеке едет еще один какой-то товарный поезд. Я не знаю, видишь ты или нет синий, синий вагон. Вот. Так, ну вот там вот немного интересно. Там тоже, что ли, за ожидание? Вот, если там есть, но кипятово только крытое. Ну, да. Ну, что ж. Ну, я, в общем-то, могу сказать, снял. Все еще наша местная власть мощно пыжится всячески или как угодно. Но политика это охрененно. Тонк, идет, сама знаешь, по которому если идет, то нужно быть просто по-русу суперосторожным, особенно доверчивым людям, кипятменя. Ну, в общем, в общем, я уже снял, то есть, не переснял свой обзор на вокзал. Надеюсь, что я у меня вот здесь произведел. Ну, в общем, все.